Неприятный запах и мусор под ногами. На многолетнюю свалку пожаловался наш подписчик в инстаграме. Она расположена по пути на железнодорожную станцию Люберцы-2. Почему свалка находится рядом с общественным местом и какие меры примут власти для ее ликвидации? Наша съемочная группа разбиралась с ситуацией. На страницу телеканала ЛРТ в социальной сети инстаграм от жителя Люберец пришло сообщение о горе мусора по пути на станцию Люберцы-2. Приехав на место, мы увидели настоящую мусорную свалку. На территории предприятия работали люди и техника. Мы стучали в ворота в надежде, что к нам выйдут и сообщат хоть какую-то информацию. В итоге, спустя 15 минут ожиданий, к нам подошли. Правда, разговор состоялся только через щели в воротах. Это же не убирается никуда? Как это не убирается? Нет, нам фотографии, нам люди жалуются, присылают фотографии. Девушка, ничего не могу сказать. На заборе нет ни вывесок, никаких либо обозначений. Интересно, что и сами сотрудники не знают название своего места работы. Так, на большую информацию мы и не надеялись, но спустя некоторое время к нам вышел еще один мужчина. Ну, убирается, потом привозит, опять убирается. Ну, а это законно сюда привозит вообще? Я не знаю, закона или нет. Как мы поняли, со слов сотрудника этого неизвестного предприятия, мусорная свалка действует на постоянной основе. Наш подписчик, сообщивший об этой проблеме, отметил, что мусор сюда привозят на КамАЗах. Через некоторое время здесь же сжигают и заново поставляют. А длится это на протяжении многих лет. На съемку по обращению граждан с нами выехала активистка, член общественной палаты, которую также взволновал этот вопрос. Вот то, что я сегодня увидела, это просто не подается никакому анализу нормальному. Это просто свалка, и люди не могут сказать, что это, откуда это, откуда они вообще здесь появились. Пахнет, вот мы здесь стоим, пахнет, да, вот, а пойдет какой-то осадок, ветер, да, в сторону жилых массивов, жилых домов. И весь этот аромат, он будет, люди будут этим дышать. В Люберецком округе часто жалуются на неприятный запах. И уже долго идет поиск причин его появления. И стоит предположить, что это только одно из многочисленных скоплений отходов, которые скрыты от глаз жителей. Ну а свалки возле станции Люберца-2 в Люберецкой администрации знают. На данный момент власти направили обращение в прокуратуру и госсадом технадзор. Скорее всего, предприятию грозят административные санкции. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.